В 1965 году она была принята на вооружение воздушно-десантных войск под обозначением БМД-2 и запущена в серийное производство. Основным отличием «двойки» от «единицы» стал новый комплекс вооружения. По своему составу он идентичен вооружению боевой машины пехоты второго поколения. Автоматическая пушка – пулемёт ПКТ калибра 7,62. Калибр пушки 30 мм. Используются боеприпасы трёх типов. Это бронебойные боеприпасы, сколочно-фугасно-зажигательные и осколочно-трассирующие, которые позволяют вести как по бронированным целям, так же по укрытиям, каким-либо лёгким укрытиям, и так же по пехоте. БМД-2 дает эффективное положение как по пехоте, стрельба по пехоте, по бронированным целям, по пулемётным точкам. Эффективность стрельба достигается тот результат, который хотелось бы видеть. Корпус БМД-2 почти не отличается от корпуса «Единицы». Из двух автономных пулемётных установок в носовой части была оставлена только одна – правая. Башня машины сварная, из броневой стали. Она обеспечивает такую же защиту, как и корпус. Лоб держит пули калибра 12,7 мм. Борта и корма – 7,62 мм. Силовая установка – шестицилиндровый дизель мощностью 240 лошадиных сил. Благодаря значительному резерву мощности двигателя, «двойка», получившаяся на полтонны тяжелей предшественницы, имеет такую же подвижность и проходимость, что и БМД-1. Как её единица, она способна преодолевать водные преграды вплавь. По опыту эксплуатации при войне в Чечне, она зарекомендовалась только с положительной стороны, там, где в гору не может подняться танк, танковый тягач, МТЛБ, БМД-2 заходит без проблем. То есть мы, воздушные войска, всегда были, если можно так сказать, в горе по сравнению со стороны другой пехоты. Даже БМП-2, которые там эксплуатировались, тоже слабовато, в гору не тянут. Двухместная башня БМД-1 для нового вооружения не подходила. Прежде всего из-за малых размеров боевого отделения машины. Пришлось разработать купол меньших размеров, место в котором осталось только для наводчика-оператора. Башня кругового вращения обеспечивает наведение вооружения вертикальной плоскости в диапазоне углов до 75 градусов. Это позволяет поражать не только наземные, но и малоскоростные воздушные цели. Специальный двухплоскостной стабилизатор вооружения дает возможность вести прицельную стрельбу и во время движения машины. 30-мм автоматическая пушка имеет дальность эффективного огня до 4000 метров и скорострельность до 500 выстрелов в минуту. Благодаря специальному инфракрасному прожектору, установленному на башне, прицельный огонь можно вести и в темное время суток. Для борьбы с бронированными целями двойка оборудована установкой для запуска реактивных снарядов «Конкурс» и «Фагот». Чтобы поразить цель, наводчику достаточно удерживать ее в окуляре прицела. БМД-2 может десантироваться с воздуха с транспортных самолетов Ил-76 и Ан-22. Двойки, в отличие от единичек, поступали на вооружение только советской армии. Они активно использовались в боях в Афганистане и Чечне, а также нашими миротворцами в Абхазии и Боснии. И по сей день БМД-2 – самая массовая и надежная рабочая лошадка крылатой. Продолжение следует...